Привет народ, меня зовут Ник и сегодня мы продолжим игру персонажами внешнего мира, оставшимися непрокачанными бойцами у меня. Значит, сегодня у нас на очереди будут Котальканы. Если раньше я тренировался, к примеру, Деворами я потренировался, Ермаками я и раньше играл, то к примеру, Котальканами будем играть впервые. Раньше я их использовал в отряде 2 Коталькана и пчелиная матка Девора. Был такой у меня забавный отряд, но, скажем так, больше трёх битв лучше ими было не рисковать играть. Но сейчас попробую сразу же 5 без никаких тренировок. Значит, как всегда, Котальканам я поставил шмотки, которые будут помогать мне со вторым приёмом. Это медальон душ, то есть 50% уменьшения расхода силы на спецприём номер 2. Ну, а второму дал татуировку. Почему я выбираю именно этого первым? Мне нравятся тотемы, мне нравится регенерация. Да, он, конечно, слабенький и, возможно, если дело не пойдёт, я их поменяю местами. И Бога Солнца поставлю первым. Так, потому что тут у него 11 тысяч урона, ну это какой-то смех. Так, а у этого 20 тысяч, ну в два раза. 20 тысяч 900. Ну, посмотрим, как дело пойдёт. Возможно, их придётся поменять. И, к примеру, этому дать молот. Ну, посмотрим, посмотрим. А может, я буду всех рвать как тузик тряпку и ничего такого делать не придётся. Как видите, сразу же, невзирая на моих лошков 30-го, 29-го уровня, мне сразу же дают соперников 50-50-50. Ну, зато они более разнообразные. Хоть не Джейсоны. Хотя, скорее всего, с Джейсонами мы тоже встретимся. Ну что ж, вперёд. Посмотрим, как дело будет. Главное первое не помереть и регенерацию сделать. Ну, нравится мне регенерация, что я могу сказать. Вот, как раз и она. Отлично. 11 тысяч ей нанёс. И теперь не так страшно получать от неё люлей. Ура! Будем теперь сильнее бить. Регенерировать и сильнее бить. Как видите, и этого недостаточно. Ещё раз исцеление. Приятно. Конечно, приятно. Главное не забавить в блок становиться, ведь я такой лам. Ещё раз исцеление. А бывает, вообще не выпадает. А сейчас так прям часто. Надо её завалить раньше, чем она первый приём использует. Так как никакое исцеление ему не поможет. Урон. Ещё, кстати, тотем бывает, который силу добавляет. То есть, будет расти вот эта полоска силы и реально быстро, там, за три утара, там, буквально половина копится, если не больше. Ну, тут такие соперники попали, что можно на них экспериментировать. Но, вы знаете, не всегда удаётся. Бывают, таких люлей дают, что никакая регенерация его не спасает. Да, он даже сейчас, смотрите, два удара, сколько жизнью забрал. Да, долгие будут бои, но что поделать. Нравится мне регенерация. Тетарейден, Джейсон, Меллина. Во! У меня просто дело принципа завалить их всех первым бойцом. Так, посмотрим, посмотрим, кого там мне дадут следующим соперникам. Жизни, конечно, 28 тысяч жизней, да. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Джейсон Вурхис. Это Мамолот, я вижу, дал, ну. Амулет Шиноко. Вот, скажите, ребята, он читер или он донатер? Или кто он? Так, ну попробуем. Тут я даже не знаю, что делать. Сейчас посмотрим, возможно, Китана меня будет выручать. Тут главное использовать прием, чтобы он там не дал, это будет полезно. Урон. Хотя, учитывая Джейсона и его количество хп, ну как... Я не знаю. Комариные укусы мои удары. Блин, что он там делать, я даже не знаю. На всякий пожарный свалим. Пусть он так нам порегенерирует немножко. Это, по-моему, неблокируемый удар, если меня не изменяет память. Валит он хреновенько, но... Но Шинку хватило. Не знаю, как там его имя склонять. Шиноку. Так, воспользуемся этим. Тоже бессмысленный удар, но главное щит снять. Я уже забоялся, что он щит не снимет. Там уже у Джейсона две полоски силы, блин, ёлки зелёные. Привет, Джейсон. Джейсон нас всех и положит, я чувствую. Не, нормально, она только встала, блин. Ты ещё начни тот удар выполнять. Хрен такой. Сила. Блин, я даже не знаю, переживаю этот удар или нет. Ну, тут бессмысленно было что-то делать, так как... Джейсон сразу же, когда встаёт, начинает выполнять. Тут гадалки не ходили. Вот, до свидания, понятно. Ё-моё. Ё-моё. Как это? Опасный момент, ребята. Так, ну тут без базара. Тут надо накопить на вторую полоску силы, так как... Желательно Джейсона завалить и без её применения. Потом, когда он встанет... Он, кстати, у нас уже умирал хотя бы раз или нет? Джейсон, ты уже умирал? Да блин, ну ни хрена себе, ты валишь сильно. Так, это он первый раз встаёт или второй? Наверное, второй. Вот это так победа. Вырвано прям, я даже не знаю. Видели, сколько у меня жизни? Готово. Ну, это я себе как бы челлендж такой устроил. Понятно, что я ими не играю. Если играю, то беру одного из них. Например, Китана, Кот Алькан и там Ермак. И играю нормально. Ну, а это так. Состав ради баловства и просто... А смогу ли я победить? А в действительности я такой отряд никогда бы в жизни не собрал. Только в случае, если бы только начал играть, и у меня просто никого другого не было. Как у меня раньше не было бойцов-мастеров. Ну, мне приходилось там такие солянки собирать. Постоянно мне не хватало. То Рейдена я туда им добавлял. То серебряных персонажей. Так, даже не знаю. 58 тысяч, 78, 54. Ну ладно, попробуем сразить Саб-Зиро. Наверное, ради эксперимента надо такие поменять их местами. Скорее всего. Тут Кот Алькан-то валит посильнее. Мало того, что валит посильнее, он, по-моему, еще и спецприемник блокирует. То есть, после выполнения второго приема, соперник не может... Ну, на время они все приемчики у него блокируются. Ох, нихрена себе! Я только хотел сказать, вы посмотрите, какой у него урон зверский. Да, что-то там он сказал непонятное. Наверное, не сможет его завалить. Может и сможет. Блин, не завалил. Вот он, стой. Ну, хорошо, что это придурок. Вместо того, чтобы лопануть вторым приемом и похоронить всю надежду на победу, он воспользовался первым. Так, я тут переключусь специально для того, чтобы накопить на второй прием. Блин, не успел. Зачем я это хотел сделать? Да, чтобы против Сабзиро хоть что-то противостоять, так как я видел, что у него две полосы набрались. А ты такой прям. И это же еще кончи, никого не воскрешал. Так, это мы снимаем энергию. Дядя злой. Блин, елки-палки. Дядя злой, воскрес. Восстановил себе энергию. Черт, китана, тебе придется решить исход этой битвы. Используем первый прием, который должен и полоску снять, и, возможно, жизни добавить. Если повезет, конечно. Ну, какой сильный удар от Сабзиро. Постоянно один боец у меня, блин, весь исход поединка решает. Да, чтобы мы без тебя делали, китана. Молодец, молодец. Идем дальше. 6996 душ. Интересная цифра. Кейси Кейдж будет стартовать с одной полоской силы. Да, тут надо будет сразу же переключиться на... Сразу же переключиться на... Китану и попытаться ее снять. Так. Еще можно спросить, а зачем я это поставил, а не... Оставил медальон. Не медальон, а татуировку. Потому что тут еще 20% бонуса к заряду силы. Мало того, что он второй прием экономно расходует, так он еще и... Сила быстрее набирается. Вот так, идем у нее, что-то я тут... Сейчас мы его настроим, этого бойца. Так. Вот мы их полностью поменяем. Зачем это ставлю? По той же причине. 20 к бонусу заряду силы. Итого он у меня теперь супер-пупер заряженный. Вот заряд силы 140%. Там можно еще больше сделать, по-моему, 160. Я уже не помню, что-то ему надо дать. Так, ты будешь у меня последним, так как... Ну, что-то... Гиблое дело с тобой. Так, 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 так. Бледная татуировка. Что у нас? Немножко урончик увеличился. 27. Но по-любому надо будет на китану переключаться. И сразу же снимать полоску силы. Это мы первым делом сделаем. Там пофиг. Хоть в блок, хоть не в блок. Оно хоть сколько-то оно снимет. Не заодно щит должны снять. А может и нет. Я нажал по китанию, оно не переключилось. И чтобы не испытывать судьбу и дожидаться от нее выполнения приема, я сразу же решил сам выполнить второй прием. Так. В целях профилактики я еще разочек ее снял. Елки-палки. Забавно у нее анимации, какими-то дубинами валит. Ой, блин, ты же не будешь его использовать в свой прием? Нет? Вот ее. Я выжил. Первый раз я, конечно, видел, что он добьет. О, кстати, теперь я буду путать котарканы. Так, это какой? Ага. Ну, теперь не страшно. По идее, должна быть заблокирована полоска. Так, тут ради прикола переключимся на этого. Попаримся с исцелением. Ух, витали! Шарик, девочка. Это что у меня-то исцеление? Вот что ты силу добавил? Ну, типа вот так. И будем надеяться, что она не поменяется. Не поменялась. Отлично. Крутой парень. Это же он сильнее становится. Чем больше умирает, тем он сильнее становится. Давай, китана, ты должна его завалить. Отлично. Так, кто тут у вас восстановился? Ага. Что-то он там сказал, видать, то, что думает о ее семье. Так, ну оно блокирует прием или нет? Нет, не блокирует. Что-то я, наверное, путаю. Не помню, какой-то там есть боец. А, или тот Джакс. То у Джакса второй прием. Такая же хрень у него. А то блокирует еще. Блин, ладно, спутал их. Не один хрен. Мы победили. Да. Непривычно, когда играешь ими первый раз. Ни черта не понимаешь, как ими, что, где у них сильные и слабые стороны. Но до последней битвы таки дотянули против то ли Саки. Или забыл уже, как оно там в начале читается. Открытый слог. То ли Суки, то ли Саки. Ну, ни один черт. Сейчас мы... Ох, ты ж, ё, у них жизни. И 80, 73, и 87. Ё-моё. Видали каких-нибудь бойцов дают соперники. Да, что-то у меня уже... Сомнения берут, что этот бой мы сможем закончить в нашу пользу. Соня. Соня с молотом. Соня сразу же получает, как в прошлый раз. И надо будет сразу же переключиться на Китана. Пока идёт анимация, мы тапаем по Китане. Кванчи, блин. Вначале будет Китана разруливать ситуацию. Блин, вот Джейсон. Я не знаю, кто тут, конечно, самый сильный или слабый, но, блин, больше всего я опасаюсь Джейсона. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Джейсон, 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 спокуха. А, братишка. Ну, видели, тупо встал, сразу начал делать удар. Ну, как так? Блин, что с ней делать? Так, надо кого-то, блин, завалить. Чтобы Кванчи использовал своё воскрешение и, желательно, та ёлки-папки. Хотя, можно завалить самого Кванчи, тоже вариант. Не помёр. Ну и ладно. А, тебе никакое исцеление не поможет против неё тут. Чё, у тебя шарит, как надо бить? Ой. Блин, да ещё не умерла. Шухер! У, я выжил. Забавно. А, первый приём не добивается. Повезло, кстати. Тут будем использовать эту... Она у нихрена, блин, не действует, но будем использовать по максимуму. Так, спокойно, спокойно. Ещё разок, может, третий раз подействует. Ни хрена ски. Блин, жаль, у них первые приёмы не убивают. Столько, блин, силы есть. Так, сейчас он станет как супер-попер крутой чувак. С целой кучей. О, это то, что силу добавляет. Блин, может, я первым ударил? Может, я ударю первым? Ага, фиг там, не в этой игре. А, повезло, 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 повезло. Он не убивает этим приёмом. Блин, что тут делать? Будем тянуть время. В надежде, что у кого-то из них восстановится. Ну, тут мало жизни было, тут он не мог выжить. Как хорошо, что первый приём, по-моему, после патча перестал убивать. Убивает только, если на один удар там осталось. Фух. Вот такой напряжённый у нас был бой. Точнее, пять поединков. Ну, играть можно, но всё-таки некоторая в этом доля извращенства присутствует. Ну, что ж, ребята, я ещё не оправился. Голос у меня ещё не позволяет долго и нудно бухтеть, как я там могу. По длинам 20, 30, 40 минут. Давайте, до встречи. Видео я, наверное, их все смонтирую и поставлю в календарик. Пусть они сами добавляются, а я пока немножко подлечусь. Давайте, ребята, всем пока-пока. Не знаю, удачных вам трофеев в Войнах Фракции и тому подобное. Всем пока-пока.